Я думаю, что это не очень удачная попытка борьбы с разводами, это в лучшем случае. В худшем случае это просто желание каким-то образом пополнить бюджет, и тогда это вообще малопонятно. А что касается разводов, очень сомнительно, что это реально повлияет на улучшение ситуации. Скорее наоборот, потому что, к сожалению, в стране масса семей неблагополучных. И здесь у женщины, которая, например, стоит в браке с пьющим человеком, просто в силу того, что у нее не хватит средств, она не сможет с ним развестись официально. А что это значит? Это значит, что даже если они будут после этого жить в розь, все совместно нажитое имущество по нашему законодательству принадлежит супругам поровну. То есть, если они не состоят в браке уже формально, но официально на бумаге состоят, вот этот самый муж может в любой момент появиться и потребовать какую-то часть имущества. То есть, страдать в первую очередь будут дети, страдать будут семьи, и ничего хорошего я в этом не вижу.